В преддверии дня сотрудников органов внутренних дел в Центре профессиональной подготовки имени героя России Валерия Тинькова состоялось памятное мероприятие в память о погибших сотрудниках при исполнении служебного долга. Все началось с панихиды в Свято-Екатерининском монастыре. На церковной службе присутствовали вдовы и родственники погибших на боевых заданиях. По окончании панихиды все приглашенные возложили цветы к мемориалу памяти погибших сотрудников органов внутренних дел Московской области. Данное мероприятие ежегодное. Проводится оно накануне. На мероприятии присутствует руководство главного управления внутренних дел. Это генерал-лейтенант полиции Пауков Виктор Кузьмич, начальник управления, проводящий составом полковник внутренней службы Мизомов Сергей Анатольевич. Ну и, соответственно, вдовы со всей Московской области. Муж Анисии Федоровны погиб почти 30 лет назад. Но все это время она чувствует поддержку со стороны подруг по несчастью и действующих сотрудников полиции. За 29 лет меня не забывали ни одного года. Всегда поздравляли на 8 марта, на Новый год, на День милиции. Всегда и домой приходили. И все очень хорошо. Я довольна. На встрече с руководством областной полиции у всех собравшихся была возможность задать интересующие их вопросы. Обсуждались проблемы в сфере социальной поддержки родственников погибших сотрудников. Начальник главного управления МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков выслушал просьбы и пожелания и пообещал держать ситуацию на контроле. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.